Компания, например, приглашает специалисты из рубежа на какой-то проект, чтобы подготовить вот такую экспансию? Ну, смотрите, у нас тоже такое было, как я скажу, из-за нашего местности, да, то есть очень многие не берут юристов международника даже с языком и приглашают от спавлов. Сейчас полно, в Англии полно безработных юристов. Ну, первое, вы справитесь с заложником одного вот этого человека. Почему? Предлагаю поесть по конференциям, познакомиться, пообщаться и собрать. Ну, это не так дорого, на самом деле. В Москве проходят международные конференции, и даже командировки, они такие большие. У меня в прошлом году намного летало, ну, в таком жестком режиме, то есть день там и обратно. То есть, ну, очень с минимальными затратами. Вы общаетесь с большим количеством людей, вы собираете мнение. Потому что здесь зависит от мнения одного человека, и не факт, что это лучшее будет, скажите. То есть, ну, конечно, он что-то вас обогатит, ваше представление, но это будет единственное мнение, желательно создать некое. Потом очень многое хорошо вступить в какую-то ассоциацию. Что такое ассоциация? Ну, кроме того, что вы звездочками февраля получаете, да? Это мастер-классы, это приглашение побыть в фирме и посмотреть, как она работает. Абсолютно бесплатно уже, это такой обмен юристами, ну, в юридическом мире, во многих ассоциациях это происходит. Организуются рабочие семинары, организуются мастер-классы, и в том числе это обмен, вот то, что вот в рамках той ассоциации у нас стоит, называется «Квороти-код». Это некая инструкция, как передавать друг другу клиенту. Зачем вы поступили? Мы хотим получить клиента. Но чтобы у нас там 65 компаний, включая Аргентину, там, действительно так, как-то не понимали друг друга, вы получаете квалити-код. То есть как вы передаете клиента, что вы должны будете в сопроводительном письме. Это уже, вот этот квалити-код, это лучше, наверное, что мы оттуда получили. То есть клиент ожидает, что он ожидает, и что он должен был на свой запрос от вас получить. Как его передать? Там прописано абсолютно все. Что как-то должно быть сопроводительное письмо. Ну, вот просто это надо... Плюс оттуда идет взаимодействие, некие рабочие такие встречи, на которых мы понимаем, как они работают. И, соответственно, если мы при этом не работаем, мы понимаем, что клиенты ожидают потом от нас. На самом деле, мы узнаем международные компании, аналогичные случаи происходят в чипнических областях. То есть есть ассоциации, где тоже обменены с технической встречи, семинары и обучение. Обучение именно тем нормам. Это действительно очень важно, потому что, ну, еще раз говорю, понимаете, вначале это полное неприятие, да? А потом вот неприятие еще вот наше персонала. Мы сейчас получили на итальянского клиента. Я провела три главные встречи. Вначале проехал их менеджер про развитие бизнеса. Он послал наш офис, провел первую встречу, мне все понравилось. Потом он появился с главой из материнской компании, приехал топ-менеджер. Опять этот пробег по офису, переговоры, по идее. Но это вот время, которое вы тратите впустую, вы не знаете, чем закончится. Третья встреча приехал акционер. Один из акционеров, совершенно другой человек. Он вообще не участвовал в беседниках, он сидел в углу, у него было свое. Говорят, задал два вопроса за всю встречу. Он смотрел, как шла встреча, задал буквально два вопроса, совершенно вот такие. Что он смотрел, не знаю до сих пор. Мы сейчас молодим получать для этих заказов. Мы начали с маленького там, с разработки договоров. Сейчас мы уже с ними пошли работать дальше. Но первый месяц был убит. Надо понимать, что очень большое количество времени вот так вот убивается. Очень долго принимается решение. Очень долго. Но если оно принято и если прошло, они очень верные клиенты. В том смысле, что если ничего не срабалось, его нехорошо сделано работу, они не бросаются в бенгин. Это добра добра нечь. Если наши клиенты, особенно в кризис сейчас, торгуются, тендерятся, даже постоянно, то есть кто-то проявляет всю прелесть ведения бизнеса со стороны клиента, но в чем происходит со стороны клиентов? Найдя постоянных партнеров, они себя так не ведут. Вот те миски, которые заложены у них в голове, это вот опасение нарваться на что-то, рассказки там знакомых, оно привязывает их к компании достаточно сильно, если компания как бы сделала ряд. И в этом прелесть, это постоянные партнеры, это постоянные партнеры. Но очень-очень долго получаемые. Очень долго получаемые. Еще такой вопрос, что я говорила, что сформировать предложение для тех услуг, которые интересны. То есть мы, у нас то же самое, на главной странице сайта российского висят все наши услуги. Часть этих услуг вообще не интересны иностранцам. Одна из наших самых таких крупных услуг, реструктуризация бизнеса, получение согласованных с антимонополиным комитетом направлено на российские первые тысячи компаний. Это самые дорогие услуги. Мы не вообще иностранцы, и если мы выпячиваем это на русской странице сайта, то на английской странице мы выпячиваем аккредитацию представителей, сопровождение покупки бизнеса в России, дью-дивидженс, как-то та процедура, которая непонятна, получать все услуги для бизнеса, для стартапа. Хотя они не все дорогие, они все важны для нашего бизнеса, они для нас важны как то, за что мы их можем зацепить, а не важны для начала бизнеса. Мы просто спросили, вот вы начинаете бизнес, в чем вы начинаете? Все обычно начинаются аккредитации, представители. У нас то услуга в 31-м месте, она такая вообще юридическая, очень, ну, просто рутинная операция. Но раз люди с этого начинают, значит, окей, на английской странице, она будет номер один. Вот в этом, так сказать, надо понять. То же самое может быть и с любой другой услугой. То, что интересно российским клиентам и зарубежным, это абсолютно разные вещи. И может оказаться, что те услуги, которые интересны, для нас, ну, не очень выгодны. Ну, как бы вопрос, готовы работать в перспективе, готовы или не готовы. Ну, я еще говорю, у них есть большие преимущества, ну, скажем так, они прекрасно понимают, в отличие от наших постоянных клиентов, что никто не работает в долг, сначала деньги, потом все остальное и так далее. Да, вот здесь бизнес-культура на хорошем уровне. Как многие компании сейчас рассматривают такую возможность экспансии в этот бирж? Что? Как многие компании вообще сейчас... Ну, вот слышно, в нашем бизнесе очень многое рванули банки, я знаю, российские пошли. То есть, смотрите, с одной стороны, кризис, то есть, смотрите, не потому, что мы пошли за рубеж, иностранные инвестиционные компании, иностранный бизнес пошел в Россию. Каким образом он пошел, да, то есть, ну, у них тоже был кризис, кризис у них уже сейчас часть выпуталась из этой ситуации. Они покупают наше производство, мы реально сейчас сопровождаем, причем среднее и мелкое, мы сопровождаем сделки по покупке иностранными компаниями, они покупают наши банки. Вопрос. При принятии решения им нужна со стороны поддержка российских террорических ферм, потому что, а, если они будут решать туда услуги на большой чьих, это было безумно дорого, они хотят тоже сэкономить, но им нужны специалисты именно в российском законодательстве. Ну, примерно, прикиньте, кому могут быть нужны специалисты, вот наша специфика – это российское законодательство. Вот мы знаем, что там банки покупаются, мы знаем, что какого рода бизнес интересует иностранцев. Это производство, это инвестиционные банковские механизмы, как я, где они сильны, медицина, фармацевтика сюда очень сильно идет, очень сильно детритейл, связанные с парфюмерией, вот со всей вот этой вот области. Они живые. Мы для себя их определили, мы вот сделали для этих отраслей некое предложение, мы сместили их на сайте, что мы хорошие проводники для вас именно в этом моменте. Арбитражка, то есть при международных спорах, которые есть страна иностранная, но большая часть исхода России, сейчас решается в московском оргогражданстве вверх. Это не крупная вещь, это договора о поставке, но это достаточно стандартная вещь, как того, отгрузили, оплаты с русской стороны нет. Это просто классика жанра. Им нужно уходить сопровождение. Но приходят они оттуда, они и в Москве на Сочи, там они звонят нам оттуда, они там на Сочи, а потом они уже приезжают навстречу. Есть другой способ открытия бизнеса, да, это открытие там представительства или виртуального офиса. Но второй вариант, вот у нас есть виртуальный офис в Олдине, чисто виртуальный, то есть на сайте видите, что есть офис, но он больше такой секретарский, виртуальный, под него есть отдельный сайт, вообще неклиферский, там сидит только секретарь, который принимает, так сказать, звонки, заявки. Это местный человек, это англичанка, в этом близости находится и является проводником и посредником между нами этими компаниями, уже английскими компаниями. То есть какие способы? Создание виртуального представительства, создание номинарного представительства, то есть офиса, создание уже аккредитованного представительства. Вот этапы создания выхода на зарубежный рынок. Но при этом создать полноценное представительство, регистрированное, надо пощупать рынок. А ощупать его легче, чем интернет. Если нет реакции на это, то смысл в аренду офиса – это все стоит денег. Ну и стандартный путь, который за рубежом, наша компания, которую мы сопровождаем – это покупка доли акций, международных, покупки бизнеса готового. Что сейчас делают наши российские компании? Мы тоже это сопровождаем, но они покупают отели в Италии, они покупают на Кипре очень много всего. Я люблю не только частную недвижимость, они покупают те же отели, они покупают ресторанчики, кафе и так далее. Маленький стечной заводик никому не повредил на Кипре. В смысле такой, постоянно работающий. И им тоже нужны сопровождающие люди. Как мы здесь работаем? У нас есть партнеры на Кипре, кипрские адвокаты. Мы являемся заложниками того, что те будут смотреть сделку с той стороны. Понимаете, да? То есть мы не будем сопровождать сделку на Кипре, там английское право действует. У нас там хорошие партнеры через международную сеть, которых мы действительно очень хорошо знаем. Это очень крупная фирма, которая будет представлять интересы нашего клиента со стороны и заплатит он нам здесь. То есть наша компания – это экспансия российского бизнеса туда и, соответственно, приход международного бизнеса на российскую территорию. Есть еще вопрос? Более конкретно, понимаете, каждый бизнес очень конкретен. Если будет желание идти в международный рынок, я все-таки предлагаю идти на рынок услуг. То, что не требует растаможки, декларации, просто такой совет профессионалов. Все-таки в рынке услуг легче. Это не только юридические услуги, это обучение, очень много контроля, туристические услуги. Услуг очень много, их огромный спектр. Инвестиционные услуги, очень много консалтинговых услуг, которые идут на тот рынок и очень хорошо. Почему? Тут хотя бы часть вот этого валютного права, таможенного контроля снимаемся. Это отдельная песня, я даже не хочу туда взять. Вот, а услуги, они все-таки проходят через провинцию. АПЛОДИСМЕНТЫ Огромное спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходите к нам еще. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ